Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Борьба с ниндзя в стране выявили первые случаи нового штамма коронавируса. Ожидаем в Беларуси в сентябре возможную очередную волну. Как защитить себя? Ягодный бизнес. В Беларуси вступили в силу нововведения по подоходному налогу. Если в отношении физического лица налоговым органам проводится камеральная проверка. Кому все-таки придется заплатить? Коворкинг по-белорусски. В Кировском районе прошел молодежный фестиваль. Очень хорошая атмосфера. Спасибо большое организаторам. Кто стал инициатором? А также школьная форма, китайский тетропак и морской путь. БелЖД вдвое увеличила перевозку грузов через порт Санкт-Петербурга. Какое еще направление в приоритете? Скрытый вирус. Новый штамм COVID-19 добрался и до Беларуси. Первые случаи омикрон-ниндзя уже выявили в двух городах. Седьмую волну ожидают к сентябрю. Сейчас по всей стране идет активная ревакцинация. Бобруйске бустерную инъекцию сделали уже 38 тысяч человек. Иммунитет укрепила и Ольга Васенда. Будущий медик Алина Шепелевич не понаслышке знает о коварности коронавируса. Чтобы защитить себя и своих близких, девушка прививается уже второй раз. Сначала осмотр, жалоб нет. Температура в норме. Хронические заболевания отсутствуют. Значит, ревакцинироваться можно. Я очень боюсь осложнений от COVID-19. И все-таки считаю, что вакцина поможет, если я заболею, перенести COVID-19 более легко. Я учусь в медицинском университете в Гомельском. И у нас очень хорошо там просвещают по поводу вакцины от COVID-19. Плюс я читаю какие-то рекомендации ВОЗ, Министерство здравоохранения. И доверилась, так сказать. В седьмой поликлинике на выбор предлагают три препарата. Если прививка первичная, подойдет гам-ковид-вак или вероцел. Для ревакцинации лучший вариант спутник лайт. Универсальное однокомпонентное лекарство защитит как от старых, так и новых штаммов. Доказана эффективность 80%. Бустер-инъекцию в Бобруйске сделали уже 38 тысяч человек. Если нужно выехать за рубеж, можно приобрести вот такой сертификат. Сюда вносятся контактные данные, сроки проведения вакцинации и количество сделанных доз. Обойдется документ в 4 рубля 88 копеек. Главное взять с собой паспорт. После иммунизации возможны побочные эффекты. Повышение температуры, слабость, сломота в мышцах и суставах, головная боль. Медики уверяют, пугаться не стоит. Это реакция организма. Поможет жаропонижающее. Однако, если высокая температура держится больше двух дней, следует вызвать врача. К слову, на днях Минздрав изменил порядок вакцинации против COVID-19. Теперь можно прививать детей с 5 лет. Запись уже открыта. Как известно, в Европе уже имеет место повышение заболеваемости инфекцией COVID-19. И мы ожидаем в Беларуси в сентябре возможную очередную волну. Поэтому я призываю всех, пока у нас есть время, для того, чтобы иммунитет успел выработать антитела от инфекции, в течение августа привиться. Именно с новым штаммом Ниндзя ученые и медики связывают очередную, уже седьмую волну коронавируса на планете. Распространяется он стремительно и незаметно. Основные симптомы – слабость, мышечная и боль в горле, кашель, повышенная температура, потеря обоняния. Не исключено, что этот подвид станет самым заразным за всю ковидную историю. Подъем заболеваемости сейчас фиксируют практически повсеместно. И в Европе, и в США. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Не сбавляя скорость, госавтоинспекция продолжает мониторинг дорожной обстановки в городе. На этот раз в фокусе внимания велосипедисты. Любители двухколесного транспорта нарушают часто. Это подтвердает и статистика. С начала 2022-го уже больше 700 проступков. В целом же к августу больше 4000 человек были привлечены к административной ответственности за несоблюдение ПДД. Велосипедистам необходимо помнить о том, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо спешиваться в обязательном порядке и катить велосипед рядом с собой. А также двигаться по тротуару, не создавая препятствия для пешеходов. Напомним, с октября вступят в силу новые правила дорожного движения. В частности, велосипедистам разрешат не спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам. Но это не повод становиться беспечным. Водитель байка должен заблаговременно снизить скорость и убедиться в безопасности выезда на дорогу. Валютное ограничение, летняя занятость и импортная упаковка. В Беларусь начали поставлять тетрапак из Китая. Как это повлияло на производство? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские банки увеличили лимиты на снятие валюты. Ограничения начали вводить в марте на фоне ажиотажного спроса. Тогда средства населения во вкладах и на текущих счетах ушли в минус на 12%. Сейчас все больше финансовых учреждений сокращают время ожидания с момента заказа до выдачи. Родители смогут оставить в магазинах заявку на недостающий размер или модель школьной формы. К сезону «Белый легкопром» начинает готовиться с декабря, чтобы летом вся продукция была в торговых объектах. В этом году концерн произвел около 800 тысяч изделий, а также 300 тысяч пар обуви. В Беларусь начали поставлять тетрапак из Китая. Ранее в Минсельхозпроде отмечали сложности с упаковкой для жидких пищевых продуктов. Однако на поставки это никак не повлияло. Молоко появлялось на полках в пакетах и бутылках. К слову, производство товара в стране только растет. В 2021-м изготовили почти 8 миллионов тонн. БелЖД почти вдвое увеличило перевозку грузов через порт Санкт-Петербурга. Всего за полгода отправили почти 900 тысяч тонн товара. Также одно из стратегических направлений экспорта белорусской продукции в контейнерах Китай и в целом страны азиатского региона. Сегодня это дерево, целлюлоза, мясо, молоко и сахарный песок. Около 57 тысяч учащихся и студентов трудоустроены за два летних месяца. Среди вакансий упаковщики, продавцы, обработчики и расфасовщики рыбы и морепродуктов. Также предлагалась работа по благоустройству территории, ремонту учебной мебели, реставрации фонда библиотек, изготовлению швейной и сувенирной продукции. Под крышей из ягод и грибов в Беларуси вступили в силу нововведения по подоходному налогу. Но коснуться они не всех. Доходы от продажи грибов, ягод, лекарственных растений и орехов освобождены от уплаты. Внести сумму в бюджет придется только тем, кто за эти деньги купил недвижимость или дорогой автомобиль. Заплатить нужно будет 10%. Если в отношении физического лица налоговым органам проводится камеральная проверка и физическое лицо заявляет в качестве источников доходов, направленных на приобретение дорогостоящего имущества, доходы полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, ягод, грибов, и если сумма этого заявленного дохода превысит 200 базовых величин в течение календарного года, только в этом случае может возникнуть налог к доплате. За неуплату каждый день будет начисляться пения. Также предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога. Шаг на сближение. В Кировском районе прошел молодежный фестиваль по инициативе губернатора. Праздник собрал 12 команд от предприятий и организаций района. В программе спортивные состязания, пляжный волейбол, перетягивание каната, а также вокальные и кулинарные конкурсы. Главная задача для молодых людей не только побороться за первое место, но и завести новые знакомства, чтобы в дальнейшем реализовать уникальные совместные проекты. Наша команда, отдел образования заняла первое место по волейболу. Турслет прошел замечательно, очень хорошая атмосфера. Спасибо большое организаторам этого турслета. Где-то неделю назад, когда Анатолий Михайлович, наш губернатор, поздравлял молодежный экипаж в расцвете, тысячников, было обращено внимание, в том числе на то, что у нас замечательно работает молодежь, но новую форму работы надо искать. В первую неделю нам понадобилось подготовить все это и собрать нашу молодежь. Победителями в командном зачете стала сборная отдела образования Кировского райисполкова. Командный дух, новые знакомства и выходные с пользой. Молодежный фест обещает стать особенной традицией, которая из года в год будет объединять начинающих специалистов. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!